Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа технологий для бизнеса. С вами студия ведущие Василий Богданов и Ирина Фаер. Здравствуйте! А сегодня у нас в гостях Владимир Елькин, генеральный директор рекламного агентства «Барракуда». Здравствуйте, Владимир. Владимир, добрый день. Ирина Васильевна, добрый день. Да, сегодня мы поговорим о технологии, которая называется BTL, такими страшными иностранными буквами. Да, и эта технология связана с взаимодействием компаний с потребителями, как правило, в местах продаж, в местах каких-то событий и прочее. И вот поговорим о том, что это такое, как это помогает наладить коммуникации, как измерять эффективность, сколько это стоит, для чего применяется, как работает. И постараемся еще интересный пример рассказать, да? Да, конечно, хорошо. А начнем, ну буквально сначала два слова про агентство ваше. Вот «Барракуда» — это что такое, чем занимаются? Реклама агентства «Барракуда» — это классическое BTL-агентство. Вот, еще раз прозвучали эти страшные BTL-агентства. Мы на рынке 2007 года, за это время мы провели более тысячи проектов практически во всех регионах России. Тысячи проектов — это что значит? То есть... События каких-то мероприятий? Да, в основном это события, это различные... Открытия магазинов, презентации шоколадок. Все абсолютно верно. Депутации? Это, как мы знаем, что в BTL используют разные механики. Это консюмер промоушен, трейд-маркетинг, мерчендайзинг, ивент-маркетинг, ПОС-материалы. А сколько человек у вас работает? На данный момент у нас работает 12 человек. Это в штате? Это в штате, конечно. Но это небольшое агентство. Да, это небольшое агентство. Мы были больше, мы были меньше. У нас сейчас 12, и все крупные проекты мы привлекаем. Людей со стороны? Людей со стороны, конечно. Очень много специалистов, которые приходят к нам под проект. Будут команды по 3, по 5, по 7 человек. Друзья, сейчас остановимся, в двух словах расскажем нашим телезрителям. Below the line. То есть это под чертой, под линией. Это была когда-то придумана, старая история, что якобы все классические медийные расходы на телевидение, на радио, на прессу, наружку были записаны в каком-то бюджете. Потом подведена черта, и потом было сказано. А еще мы должны при открытии магазина, пусть выйдут девушки, спляшутся, танцуют, раздадут там шоколадки, соберут анкетки, что-нибудь такое. Так оно, собственно, и родилось, да? Да, абсолютно верно. Это компания Джонсон и Джонсон, если не ошибаюсь. Ну да, есть такая легенда. Да, история про их бесплатные образцы, которые были. Смотрите, вот есть такое мнение, что на сегодняшний день, когда все потребители становятся, опять модное слово, дигитальными, цифровыми, то есть оснащены вот этими телефонами, устройствами, находятся в соцсетях, друг другу что-то пересылают, а сегодня вот эта классическая активность, когда девушки в кокошниках стоят в магазинах и говорят… Попробуйте колбасу. Попробуйте колбасу или там, значит, принесите чек и получите там, ну не знаю, купите пять упаковок и получить в подарок бокал там или полотенце. Это все замечательно, но это становится очень дорого и менее эффективно, чем цифровые коммуникации. То есть не является ли вот эта вот технология прямого контакта людей с людьми, ну уже как бы отмирающей? Вы знаете, да, в последние годы рынок очень сильно меняется, в том числе, вот вы правильно заметили, что прямая коммуникация потребителей, механики дегустации… Это дорого просто. Да, то есть стоимость контакта достаточно высокая, и рынок меняется, и многие клиенты свои бюджеты плавно переводят в онлайн. Стоимость контакта там ниже, а, соответственно, целевая аудитория та же. И эффективности больше там получается? Ну, стоимость контакта получается ниже, да, и эффективность в рамках определенного бюджета, да. Тем не менее, вот вы занимаетесь BTL, тогда смотрите, а что, в каких отраслях, в каких областях, в каких случаях BTL по-прежнему эффективен, и как это работает, вот можно уже какие-то примеры приводить. Ну, я могу догадаться, что, например, если нужно потребителю… Ну, если компания выпускает новый сорт, не знаю, колбасы, йогурта, напитка, там что-то еще… Ну, да, то дегустация – это лучший способ, в общем, показать это. В онлайне дегустацию произвести невозможно, да, и лучший способ, когда человек приходит… Ну, да, когда с чувствами связано что-то… Сто сортов колбасы, и онлайн, не онлайн, как он попробует, да, тут ему дали, пожалуйста, порезали, попробуйте, да, это способ, ну, наверное, вне конкуренции. А вот еще… Ну, да, то есть все продукции, которые в основном продаются в оффлайн-магазинах, это продукты питания, они в первую очередь используют еще старые механики. То есть это консультация, это дегустация. Если мы понимаем, что мы продукт можем продвигать, вернее, или покупать, не только в оффлайн-каналах, а в онлайн-каналах, тогда, соответственно, данная продукция и рекламируется там. Помимо классических консультантов, не знаю, там, промоутеров, которые стоят в магазинах, мы не будем забывать о выкладке продукции. Это тоже относится к бетели, да? Да, мерчендайзинг абсолютно точно это элемент бетели, и правильно выкладка, которая выделяет продукт относительно других, способствует повышению продаж. Вы этим тоже занимаетесь? Да, конечно. А расскажите, вот я слышал раньше тоже, у нас были программы на такую тему, я слышал какие-то феноменальные истории, когда просто поменять местами там полки или как-то их переконфигурировать, даже не вкладывая ничего, так сказать, в продвижение, не делая никакой рекламной кампании, просто изменить расположение товара на полке, да? Дает прирост продаж там в 10%, в 15%, что, конечно, очень много, особенно, когда компании борются там за доли процента. Ну да. Ну, конечно, все мы прекрасно знаем, что когда мы приходим в магазин, мы не очень любим наклоняться. А, ну, есть мертвое пространство. Да, есть мертвое пространство, где обычно размещаются не очень дорогие бренды. А все дорогие размещаются в золотой полке, то есть это уровень глаз, и вы всегда можете подойти, посмотреть, увидеть этот бренд. Ну, это простой пример. А есть какие-то более интересные как бы случаи, когда вот волшебным образом там можно изменить продажи? Ну, конечно, есть. Я думаю, что выделенные полки, то есть многие, вы сейчас приходите в магазин, и, например, приходили 10 лет назад и сейчас, вы видите, выделены полки продукта, вы видите постматериалы, которые размещаются непосредственно около продукта. Владимир, абсолютно все верно, а можно как-то вот привести интересные конкретные примеры и там из вашей практики, из практики международных компаний, российских компаний, каких угодно, продукты, непродукты? Хорошо, да. Мы для одного из наших клиентов делали выкладку в магазинах Медиамарт. Это клиент-монстр. Какой клиент? Монстр. Клиент-чудовище. Да, клиент-чудовище, занимается аксессуарами, наушниками, и, соответственно, выкладка, которую мы делали, и размещение постматериалов заметно увеличило продажу в данных магазинах. Как вы делали? Вот в чем секрет был этой выкладки и постматериал? Что из себя представляло? Постматериал — это были стоперы информационные. Стоперы? Как это? Стоперы — это стоперы в переводе, значит, да, останавливающие. Ну, то есть я иду... Что-то такое, что уже окей-то остановился. Я иду вдоль полки, вдруг что-то остановилось. Что может меня остановить там? Ну, это же внезапно выскочивший человек и сказал «стой!» Тебе нужны наушники. Это такие разделители, на которых есть информация о бренде, в цветах компаний, и, соответственно, выделяется определенная зона. Это привлекает клиента. То есть я иду вдоль коридора с обоих сторон полки, и вдруг вот такие, ну, как бы барьерчики сбоку висят. Да, вы их видите, они вас привлекают внимание, то есть вы останавливаетесь, смотрите продукцию, и данную продукцию покупаете. Но они, наверное, красного цвета, как это обычно бывает. Нет, не красного цвета, но они яркие и заметные. Ну, кстати, хороший пример, потому что вот при всей его простоте, это как раз хорошая иллюстрация, что простые, недорогие решения, то есть ну что такое, вот такой стоппер, о котором говорит Владимир, это всего лишь навсего из плотного картона или пластика, просто какие-то, ну, не знаю, плоские вещи, которые с прорезями крепятся на полку. Вот и всё там, да? Да, всё абсолютно верно. А можете вот привести какие-то, ну, хотя бы примерные цифры, да? Вот какова эффективность такого рода решений? То есть, например, там, изготовление там стопперов и их установка там стоят, ну, не знаю, там 100 рублей, и при этом прирост продаж составляет там 10 тысяч рублей, из которых маржинальность там 1000 рублей, то есть 100 вложили, 1000 получили, или как это вообще бывает? Ну, меряете, да, как-то это? Ну, всё зависит от продукта, всё зависит от магазина, также очень большая, наверное, стоимость расходов не производства, потому что производство стоит немного, а стоимость букинга, то есть размещения данных стопперов в магазинах. Ага, так, смотрите. Правильно ли я понимаю, что магазин с производителя берёт определённые деньги за то, чтобы разместить внутри магазина материалы, которые повысят продажи? Да, абсолютно верно. А в этом нет никакого противоречия? Разве магазин сам не заинтересован в том, чтобы продажи росли? Покупали, да. Вот пришёл человек там в Медиамаркт или куда-нибудь ещё там, в Эльдорадо или там в МВидео, он идёт прямой дорогой, ну, не знаю, там, к пылесосам, допустим, или там к телевизорам. Да, да, да. Но, поскольку все магазины устроены хитро, нельзя просто пройти к телевизорам, нужно обязательно перейти через что-то. Да, через какие-то другие полки на пути, его движение установили, там несколько стоперов, и он по пути, даже, может быть, об этом не подозревая, вдруг тут остановился, там остановился, о, купил наушники, взял там, не знаю, какие диски там какие-нибудь, какие-нибудь чистилки там, и, в общем, накупил. Того, чего не планировал, как обычно бывает. С точки зрения покупателя, может, это не очень хорошо, но с точки зрения магазина очень хорошо. А разве они не должны приплачивать производителям за то, что они размещают стоперы, там, и прочие… Ну, или хотя бы не брать с них денег. Да. Ну, они занимают какое-то пространство, большинство из них. Ну, какое там пространство может стопер занять? Или вот вы говорите, как там, воблеры, как бы, не говори слово воблеры. Воблеры есть. Нет, это с рыбой связано, да, тоже что. Это что, сушеные воблы такие висят? Ну, практически, да, это такие пас-материалы на прозрачных ножках. На прозрачных ножках, они свисают такие? Свисают, да. Я думаю, все вы их видели в магазинах. Английские слова по-русски смешно звучат, да. Они же не занимают место, какое они место занимают? Ну, согласование с магазином, то есть, это все равно магазины ведут внутреннюю работу определенную. Хорошо, тогда вопрос, а ну, каков масштаб бедствия? Это сильно дорого? Съедает всю прибыль от прироста продаж? Нет. Нет, то есть, размещение пас-материалов выгодно, и большинство брендов размещают пас-материалы в магазинах, и это повышает продажи. То есть, несмотря на то, что есть стоимость размещения, есть букинг за размещение, выручка, ну, и следующая прибыль от продаж продукции, она покрывает данные издержки. А сами магазины, например, могут, есть ли тут конкуренция, размещать эти стоперы? То есть, почему они берут с производителей денег? Может быть, они сами могут что-то размещать? Ну, магазины — это место продаж. Ну, то есть, они не занимаются никакими дополнительными. Да, то есть, у них фокус на ассортименте продукции, которые они продают. То есть, магазинам все равно? Ну, да. То есть, вот у меня есть полки, значит, там товары завезли, и если производители хотят там устраивать песни и пляски вокруг своих товаров, то платите денежки дополнительные. И все, любой каприз, в общем. Да, и пляшите. Да, но есть определенные стандарты у магазинов по размещению пастматериалов для того, чтобы это не было очень ляписто и достаточно удобно. То есть, когда сетевые магазины, их много, там, десятки, сотни, то у всех магазинов все… Единый стандарт. Единый стандарт, конечно. Когда-то, ну, я помню, вот, там, пять лет назад, там, или дальше, практически всегда, приходя в более-менее, там, средний или крупный магазин, всегда можно было увидеть каких-то промоутеров, которые давали какие-то листовочки, какие-то… Пробовать давали что-то, да. Да, что, пойдите, там, какая-то акция. На выходе из магазина стояли ряды, значит, которые принимали, ну, этих вот девушек, которые принимали чеки, выдавали, там, бокалы, полотенца и сумки. Вот, но сейчас становится все меньше. Поэтому давайте мы так, мы во второй части нашей программы поговорим об эффективности, о возможностях BTL в плане применения, ну, реального персонала, да, промо-персонала, по-моему, это так называется, да? Да, все верно. Вот, поговорим после перерыва. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу «Технологии для бизнеса». С вами ее ведущие Василий Богданов и Ирина Фаер. И в гостях у нас, напоминаю, Владимир Елькин, генеральный директор рекламного агентства «Барракуда». Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. В первой части программы мы говорили про технологии BTL с использованием… Каких-то материалов, да. Да, каких-то материалов. Вот, в частности, пример, что такая простая вещь, как стоппер, то есть, ну, некие картонные либо пластиковые такие, ну, как бы, пластинки, да, которые устанавливаются на витринах по ходу движения человека… Могут творить чудеса. Да, могут творить чудеса, задерживают людей, заставляют их бросить взгляд, увеличивают продажи. Но в самом начале мы говорили о том, что все меньше применяется живых людей, потому что это очень дорого, да, особенно по сравнению с цифровыми коммуникациями. Тем не менее, такие примеры есть. Вот, расскажите о том, как делать акции с привлечением промо-персонала, как это бывает, к чему приводит. Да, на данный момент количество людей, которые используются в промо, все меньше и меньше. Это, конечно же, связано с тем, что стоимость человека час, так назовем, она растет, и в пересчете на контакты стоимость контакта получается высокой. Но очень много механик, как я уже сказал, где еще используется промо-персонал. И данный промо-персонал используется не только в классических механиках, типа дегустации, консультации, но и много ивентов. Потому что, в принципе, будущие бетели – это не девочка, которая там стоит с листовкой, а это такой микс между ивентом, то есть небольшим каким-то праздником и классическим бетелем. То есть этот стык, за ним будущее. То есть любой контакт с потребителем, он должен запоминаться. Ну, кстати, да, я согласен, что когда… Меня всегда удивляет. Как праздник без людей делать. Я выхожу из метро, и там стоят девушки-юноши и раздают какие-то листовки. Вот это как раз та вещь, которую можно перенести в цифровую среду. Да, это не обязательно. А вот сделать какой-то праздник, ну да, по поводу там открытия магазина, дня рождения компании или там что-нибудь еще, или презентация нового товара. То есть очень много механик вышли в интернет, и, например, если вы раньше приходили и вы видели людей, кто консультирует, то сейчас вы можете в интернете поучаствовать в конкурсе, прийти в определенное место и уже там получить приз. Если мы говорим о том, что получение призов за какие-то покупки. Я расскажу один пример для нашего клиента, компании Beeline, о продвижении продукта LTE 4G в московском регионе. Как вы знаете, в ноябре и декабре активно анонсировалась новая услуга LTE. Ну, какая-то особая связь там, да, еще более. Новое поколение там что-то. Да, передача данных со скоростью до 100 мегабитсекунды, что позволяет качественно смотреть фильмы с любого практически гаджета, который поддерживает LTE 4G. Мы разработали концепцию, то есть это технолаунж Beeline, и многие из вас, я думаю, видели их в торговых центрах в декабре. В данных технолаунжах мы… Технолаунжи? Это какое-то место, где отдыхают, с техническим прогрессом, что ли? Да, это интерактивная зона, где вы могли прийти, посмотреть, как работает LTE 4G на разных устройствах, протестировать свой телефон, если у вас там 3G, сравнить LTE с Wi-Fi по скорости при помощи интерактивных приложений, это различные игры. То есть вы можете поиграть параллельно на… То есть это была такая мини-выставочная зона, да? Да, это была мини-выставочная зона, работал ведущий, который проводил конкурсы и рассказывал о сети LTE. Работали консультанты, которые помогали людям, кто не сталкивался с LTE, рассказывал о продукте и, соответственно, помогал. Но это, кстати, лучше, чем когда подходят к тебе с листовками, просто праздник, люди сами подходят, как-то это привлекают. Да, это вариант дегустации. Да, да, да. То есть, по сути, это людям нужно дать попробовать новую технологию, потому что, ну, можно пытаться объяснить на словах, что это круче. Да, да, но лучше попробовать. Но если дать попробовать, человек сам это увидит, ну, конечно, это совершенно другая история. Так, и? И по результатам данного проекта у нас было более 100 тысяч контактов. Ого, а сколько было задействовано вот этих, ну, как технолаунжей или что-то? Они были практически во всех торговых центрах Москвы, они размещались… То есть их несколько сотен, получается? Нет, нет, нет. Несколько десятков? Несколько десятков. И они перемещались? Да, они перемещались, то есть, одну неделю в одном торговом центре, другую в другом. Разумно? Ну, да. Для того, чтобы, да, в любом случае мы оптимизируем бюджеты. И более 15 тысяч консультаций для целевой аудитории. И, если не секрет, как, так сказать, это принесло, ну, какие-то свои плоды? Да, конечно. К сожалению, не могу там говорить цифры, но результат был очень хороший. Я думаю, что мы планируем данный проект масштабировать в регионах России. А сколько вообще стоит на сегодняшний день, ну, вот, БТЛ-активности? Какой порядок, масштаб, да, масштаб цен? Вы знаете, он на самом деле разный. В зависимости от того, что будет включаться в данный проект. От нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов. То есть, по большому счету, даже небольшая компания может попробовать что-то такое сделать? Что-то себе, да. Да, конечно. Я еще, наверное, добавлю, что вот одним из, как это, хороших преимуществ, как бы, вот, применения этой технологии, следует в том, что очень быстро можно проверить результат. То есть, ты можешь сделать тестовый маркетинг, ну, например, в случае, там, с этим техно-лаунжем. Сделал один, да, поставил в торговом центре. Есть поток, есть результат. Можно масштабировать, да. Нету, что-то надо изменить, значит. Ну, да, но BTL вообще используется непосредственно локально. То есть, он, во-первых, достаточно простой в использовании, во-вторых, по срокам реализации он может быть коротким. То есть, вы быстро запланировали и быстро провели. То есть, в сравнении с какими-то медийными активностями, когда ты планируешь заранее, снимаешь ролики, там, покупаешь время на длительный период. BTL акцию ты можешь провести быстро в любом регионе, и для этого не надо, там, иметь космический бюджет. Понятно, понятно. А вот скажите, Владимир, такой вопрос. Значит, ну, объективно говоря, то, что вот и вы рассказываете, и мы там знаем немножко. В общем, ничего уж такого сверхгениального в большинстве акций, которые проводятся, нету. Как говорится, все придумано до нас. Да. Вот, вопрос. А как происходит выбор клиентам своего агентства? Как агентство привлекает заказчиков? Ведь, по большому счету, ну, организовать там технолаунж, дегустацию, ту же самую, уже там трижды помянутую раздачу листовок, ну, в общем, может каждое агентство. Да, агентств в Москве много. Ну, да, заходишь в интернет, смотришь, кого выбирать. Все достаточно квалифицированные. Входит там в Российскую ассоциацию маркетинговых услуг, может, там несколько десятков. А как вы находите клиента? Как вы доказываете, это что, тендер, самая низкая цена, или вы пытаетесь взять каким-то креативом там или чем? Ну, у всех клиентов по-разному. 80% наших клиентов – это клиенты, кто пришел к нам по рекомендации. Сарафанное радио. Да, это сарафанное радио. Да, ладно, я не в жизни поверю, что вот такой Билайн приходит по рекомендации, не устраивает ни тендера, ничего. Нет. Одно другому не мешает. Нет, когда клиент обращается, в первую очередь, он, соответственно, идет по рекомендации или где-то он слышал о нас, или работал с нами, или кто-то из его коллег работал с нами. Дальше все попадают в воронку тендера. Сейчас, подождите, вот не могу я в это поверить. Я не могу себе представить, что крупная компания типа там Билайна, Кока-Кола, там еще кого-нибудь, ходит и по рекомендациям и ищет агентство. Я думаю, что Кока-Кола сидит или Билайн, а агентство к ним приходит. Ну да, и они уже выбирают, соответственно, нет? Нет, в том числе и так. То есть, да, есть потребность у компании, в любом случае мы коммуницируем со многими компаниями. Иногда мы обращаемся, иногда к нам обращаются просто запросы, приходят и говорят, а хотите бы участвовать в таком-то тендере? А, вот так вот. Да. Ну это разумно, рассылают просто по списку там агентств, рассылают стандартное предложение. Конечно. Компания Икс объявляет тендер на проведение промо-акции по случаю вывода нового продукта, да? Там в 70 городах России, да? Да, и ты, соответственно, должен доказать, что ты соответствуешь уровню, ты попадаешь в пол, участвуешь, разрабатываешь предложение, креативное предложение, соответственно, с обоснованием цены и эффективности. Если твое предложение интересное и клиенту оно нравится, данный клиент тебя приглашает. И там какие-то критерии, да? Да, абсолютно верно. То есть обычно… Самая низкая цена? Нет, не самая низкая цена. Во-первых, эффективность, стоимость контакта в пересчете. То есть если предложение интересное, то вопрос оптимизации, он, конечно, рассмотреться всегда. Но самая низкая цена, это не значит, что проект будет эффективным. Будет качественным. Конечно. И многие компании просто имеют определенный пол агентств, там, 3, 5, 7, между которых они проводят тендеры. То есть они выбрали по критериям. И новых не привлекают, просто среди нескольких. Да, и новых не привлекают, или раз в год, когда кто-то выпадает из пола, они привлекают нового клиента. Также, например, из списка агентств, там, ассоциации маркетинговых услуг, кто подходит, кто не работает с конкурентами, потому что многие очень, скажем так, ревностно относятся к конкурентам и не привлекают компаний, которые обслуживают конкурентов. Единственное, что непонятно, вот вы сказали в начале программы, что у вас там 12 человек в штате, при этом я знаю большое количество агентств, в которых работают сотни, сотни сотрудников, которые привлекают для акций тысячи, ну, дополнительных людей. Есть агентства, у которых филиалы в городах, там, да, у которых налажены сети, там, и прочее. Мне кажется, что это такой важный критерий. Ну, очень мало агентств, у кого там больше 100 человек в компании. Очень мало. И также зависит от того, какие проекты реализуются. Есть несколько крупных мерчендайзинговых агентств, которые специализируются на подборе персонала, там, магазин, сети, Все эти, да, то есть мы видим этих... Людей с надписью на спине, мерчендайзер. Да, с надписью на спине, там, и страны СНГ. То есть, да, там действительно достаточно много HR-ов, кто занимается и подбирает. Очень много людей работает в сетевых иностранных компаниях, которые обслуживают постоянно одних и тех же клиентов на глобальном уровне. Всяких там прокторов и гэмблов, джонсонов и джонсонов. Да, абсолютно верно. Но все бетель-агентства, они не крупные. Нет очень крупных бетель-агентств, которых больше нескольких десятков человек. То есть, главный мозговой центр, да? Ну, главная, наверное, эффективность, потому что мы можем набрать людей, а что они будут делать. То есть, в любом случае, управляющие компании всегда занимаются эффективностью. То есть, и если необходимо увеличить какой-то объем, они просто привлекают проектные группы или партнеров, кто поможет им реализовать данные активности. А в чем, как вы считаете, перспективы рынка вот этой услуги, бетель, да, промоакции и прочее, в ближайшие там, ну, не знаю, 3 года, 5 лет? Ну, рынок очень сильно меняется. Как вы заметили, что уже нет такого быстрого роста, как был 2-3 года назад, 5 лет назад. Рынок меняется, а очень много приходит новых инструментов именно на стыке онлайн, оффлайн. Многие инструменты классические, там, дегустации, какие-то консультации, они, конечно же, постепенно отходят. Лифлейтинг, в том числе, когда… Кто-кто? Что? Лифлейтинг или раздача листов. А, да. Сколько слов узнали? Английский, все слова из рекламы, да, английский. Да, то есть, мы уже приходим в аптеку и видим виртуальных промоутеров. В принципе, это уже сейчас используется. Скоро роботы будут, да, стоять в магазинах? Ну, роботы, думаю, что не во всех магазинах, но стоять будут. То есть, какие-то интерактивные экраны, когда ты коммуницируешь с экраном и получаешь ту информацию, которая необходима лучше. В конце концов, если сегодня мы можем зарегистрироваться в очереди в банке, нажав кнопочку, тебе выдадут талончик, почему бы… Да, и есть еще, например, вендинговые автоматы, опускаешь денежку, тебе там бутылка воды. Почему бы не появиться автоматом, где ты нажимаешь на кнопку «хочу дегустацию» и тебе слайсер отрезал колбаски, выдал, да, зачем люди нужны. Ну что, на этой прекрасной ноте, что технический прогресс всех победит, мы завершаем нашу программу. Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Технологии для бизнеса». В гостях у нас был Владимир Елькин, а вели программу Василий Богданов и Ирина Фаер. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова